Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Сейчас хочу еще один нюанс, рассказать одну мелочь тем, кто только начинает. Везде, во всех инструкциях, рекомендациях специалистов написано, что как только вы посеете, вы ставите в теплое место, там 22-25 градусов. Как только появятся всходы, нужно их сразу же перемещать, понижать им температуру. Ставить или на холодный подоконник, или еще куда-то. Зачем это делать и нужно ли делать это обязательно? Вот у меня появились всходы. Это у меня Демидов и Настенька. И по идее я должна была их сразу же ставить куда-то на холод. Но я их не переставляю, потому что у меня, во-первых, нет условий, у меня нет столько холодных окон, у меня вот стеллажи многоярусные, и все они весь период своей жизни стоят на стеллажах в тепле. Но я не боюсь, вот, например, вот эти первые исходы, я не боюсь их, что они повредятся, испортятся качество рассада, потому что они детерминатные. А вообще для чего это делается? Я вам сейчас объясню. Вот когда тепло и светло, рассада, если ее не переставить на какое-то время в холодный, ну как, не понизить температуру, она может вытянуться. Вот у меня, смотрите, вот эти два сорта детерминатных, вы видите, что они такие коротышечки, они аккуратненькие, как куколки. А рядом у меня осталось место, и я посеяла две магазинных пачки, которые не детерминатные, а простые, обыкновенные, и видите, что с ними в тепле происходит. Они моментально вытягиваются, вот сравните, или вот эти стоят какие-то крепыши, или вот эти. Качество рассады совершенно разное, поэтому всегда говорят, что для того, чтобы на ранних сроках рассада не вытягивалась, чтобы у нее вот этот стебель не становился длинным, тонким таким. Хотя у меня там прекрасное освещение, хорошее. Все равно она неизбежно рассада вытягивается. И для этого ее нужно первые дни после рождения держать в более прохладной, ну температурный режим нужно менять. Я вот сейчас не могу точно найти. А, должно быть днем 16-18, а ночью 13-15. Но у нас, в частном доме, у нас такой температуры низкой нет, ни днем, ни ночью. И вот такой режим рекомендовано соблюдать до тех пор, пока на ростке не появятся настоящие, не семидульные, а настоящие, там первый, второй лист, когда она уже окрепнет. Потом уже опять ее можно в тепло. Но так как я ранние посевы делаю только детерминатными сортами, они, у них этой проблемы нет. Вы видите, разница большая. Вот эти вымахали вот такие, но у меня их всего несколько штучек. А остальные, если у вас детерминатные сорта, вы можете не менять температурный режим. Но если вы рано насеяли вот таких вот высокорослых, то, конечно, специалисты рекомендуют. Как только увидели всходы в тепле, они у вас взошли, комфортные условия, их нужно немножко притормозить. Вот для чего мы меняем температурный режим, делаем, чтобы им похолоднее было. Тормозим, чтобы они не вытянулись, не вымахали раньше времени. Холодный у них температурный режим, они будут стоять в одной паре, не будут тянуться вверх, а корневая система у них все равно будет развиваться. Потом, когда первый-второй лист покажется, вы их в тепло поставите, и они быстро-быстро догонят. Ну, вырастут такие, какие им нужно. Все, вот это вот я коротко-коротко вам объяснила. Потому что многие, может быть, читают, что вот взошли они, нужно их понижать температуру. Но не все понимают, зачем это делается. Вот именно для того, чтобы рассада не вытягивалась, чтобы качество рассада не ухудшалось, мы их как бы немножко тормозим этим. Но я это делаю не всегда. У меня нет условий, нет столько холодных окон, у нас вообще нет в доме такой температуры низкой, поэтому я ранние сорта сею только вот такие сибирские, детерминантные, которые крепенькие. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сейчас в следующем видеоролике расскажу немного, стоит ли сеять вместе вот так, высокоросло и низкоросло.